Ребят, вот этот светофор, как вы думаете, он регулирует движение кому? Машинам. Совершенно верно. Каким образом регулирует движение светофор, для чего нужны дорожные знаки и как правильно переходить проезжую часть по зебре? Об этом первоклассникам рассказали сотрудники ГИБДД. Но и родители не остаются в стороне и регулярно напоминают своим детям о правилах дорожного движения, ведь в скором времени ребятам придется самостоятельно добираться до школы. Правила дорожного движения мне рассказывает мама, я их соблюдаю. Ребенок сам может перейти дорогу, знает в каком месте можно перейти, когда нельзя и может кому-то даже и помочь. Посвящение первоклассников пешеходы проходит в игровой форме. Сначала ребята сдают своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения, а потом им вручают светоотражающие стикеры и присваивают звание пешехода. Каждый год постоянно у нас проходят мероприятия, ежемесячно проходят классные часы, чтобы детей познакомили с правил дорожным движением. Затем ребята вместе с инспекторами ГИБДД отправились на пришкольную территорию, чтобы на практике увидеть, как правильно переходить дорогу. Это наша задача. Не только задача сотрудников госавтоинспекции, но и учителей, и родителей. А для того, чтобы это все запомнилось и делается в виде небольших праздников. Всегда большую помощь в организации таких мероприятий оказывают юные инспекторы дорожного движения. В школе номер 4 отряд ЮИД существует уже много лет, и каждый год его ряды пополняются новыми учениками. Мы рассказываем ученикам младших классов, в том числе и первоклассникам, как правильно вести себя на проезжей части и правильно переходить дорогу. Теперь первоклассники Видновской школы номер 4 приобрели еще один важный для себя статус. Стали полноправными участниками дорожного движения, попав в категорию пешеходов. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.